Тыква в помощь здоровью. Из тыквы можно приготовить массу вкусных блюд. Из тыквы варят суп, готовят запеканки, пюре, салаты и многое другое. При этом не все задумываются о том, как эти блюда полезны. Польза для печени и желудка. Тыква незаменима, если вы страдаете заболеваниями желчного пузыря или печени. Часто от врача можно получить совет по включению тыквенных блюд в рацион при язве 12-перстной кишки или желудка. Тыквенная мякоть помогает заживлению слизистой и быстрому выздоровлению. Польза для почек. При недугах почек или отеках тыква является безопасным и крайне эффективным мочегонным средством. Такие блюда на регулярной основе дадут устойчивый эффект безопасным природным способом. Тыквенный сок тоже полезен. Во-первых, сок тыквы хорошо действует на нервную систему, проще говоря успокаивает. Во-вторых, помогает при расстройствах сна, позволяет обойтись без медицинских седативных средств и снотворного. Особая польза для мужчин. Профилактика заболеваний предстательной железы также заслуга этого продукта. Но здесь правильнее использовать не мякоть, а семена тыквы. Полсотни семечек и появляется позитивное влияние на гиперпластические процессы непосредственно в предстательной железе. Витамины. Семечки этого овоща настоящая кладовая витаминов и важных для организма кислот, а также разных полезных микроэлементов. Отметим самые необходимые. Калий, цинк, магний, марганец, а также медь. Но не забудьте следить за калориями. В 100 граммах продукта содержится 600 килокалорий. Польза тыквы для детей. В мякоти овоща содержится немало пептонизирующих ферментов. Они превращают белок в растворимую форму. И это причина, по которой тыквы используют в специальном диетическом питании. Полезные свойства тыквы для сердца. Профилактика сердечных заболеваний – еще одна полезная сторона продукта. В особенности при употреблении масла, полученного из семян тыквы. При условии регулярного использования тыквенного масла заметно снижается уровень плохого холестерина. Если вам понравилось видео, поддержите нас, поставьте лайк и нажмите подписаться.